Здравствуйте, уважаемые коллеги! Расскажу вам про немелкоклеточный рак лёгкого с точки зрения лучевого диагноста. Среди новых случаев уявления рака, различных локализаций, рак лёгкого занимает второе место, как у мужчин, так и у женщин, выступая предстательной железе у мужчин и раку молочной железы у женщин. Однако в 2017 году по количеству посмертности рак лёгкого выходит на первое место. И к лучевой диагностике рак у лёгкого относятся ионизирующие методы и неонизирующие методы лучевой диагностики. К ионизирующим относятся рентгенография, как скрининговый метод, компьютерная томография, как метод выбора, и ПЭТ-КТ используется для стадирования опухолевого процесса. К неонизирующим УЗИ и МРТ они как вспомогательные методы выявления врастания в грудную стенку, наличия жидкости в плевральной полости. Для адекватной оценки изменений в лёгких необходимо соблюдение методик сканирования определённых, то есть чтобы они все были выполнены по стандартам и правильно. Пациент должен находиться в аппарате, лежать на спине, руки за головой на максимальном вдохе, необходимо выполнять тонкие срезы, сканирование в артериальную и венозную фазу, при этом количество контрастного вещества должно быть большое, не менее 1,5 мл на килограмм массы тела, и скорость ведения контраста тоже не менее 3,5 мл в секунду. Первым этапом в проведении компьютерной томографии является выполнение сканограммы, грубо говоря, рентгенологического снимка, по которым мы можем определить границы сканирования, выставляем болю стрекер, и вот артериальная фаза, границы артериальной фазы и границы венозной фазы. Важным критерием здесь является, чтобы захватить и надключичные области для определения лимфатических узлов, печени и надпочечников. Вот по фазам сканирования артериальная и венозная фаза, где мы можем оценить артерии, вены и характер накопления контрастного вещества опухолью. По своей классификации рак лёгкого подразделяется на центральный и периферический. Центральный выглядит вот так в просвете бронха. Ну, данный пример. Также выделяет ещё периферический рак с централизацией. Это когда лимфогенный и перибронхиальный периферический рак ретроградно распространяется в корню лёгкого, сливается с увеличенными лимфатическими узлами и образует единый конгломерат. Центральный рак лёгкого локализуется в главных, долевых и сегментарных бронхов. По типу роста он бывает эндобронхиальный, экзобронхиальный, перибронхиальный и смешанный. По признакам нарушения бронхиальной проходимости наиболее часто встречается отелектаз, гиповентиляция и крайне редко клапанное вздутие. Отелектаз доли выглядит как безвоздушный участок лёгочной ткани с чёткими ровными контурами. И при наличии такой картины мы можем предполагать, что в корне есть проблема и нужно её искать. Также отелектаз отличается от пневмонии наличием симптома Голдена. Это чёткая линия, S-образная линия по краю отелектаза. Здесь представлен отелектаз с конической ампутацией бронха. По акульте бронха мы также можем определить тип роста опухоли. Либо если это коническая ампутация бронха, это значит перибронхиальная узловая форма роста опухоли. Если ампутация бронха перпендикулярная, значит это внутрипросветный рост опухоли с эндобронхиальным компонентом. На данном слайде представлен опухолевый конгломерат, состоящий из первичной опухоли и изменённых бронхолёгочных лимфатических узлов. Мы можем увидеть, что опухоль пролобирует в левый главный бронх, выступает эндобронхиальный компонент. Так выглядит отелектаз доли. Резкое смещение средостения в сторону отелектаза, неоднородное уплотнение лёгочной ткани за счёт опухолевого узла, наличие жидкости в плевральной полости. При отелектазе лёгкого мы можем оценить, что трахея проходима, бронхи правого лёгкого проходимы, и есть ампутация левого главного бронха перпендикулярная ампутация. Отелектаз лёгкого имеет неоднородную структуру за счёт наличия опухолевого узла в прикорневом отделе, который конически ампутирует бронх и врастает в нижнюю лёгочную вену. Вот компонент, который врастает в нижнюю лёгочную вену. Также бывает отелектаз сегмента, который, естественно, меньших размеров и выглядит с чёткими ровными контурами. Важно не перепутать также с воспалительным процессом, но для пневмонии характерна выраженная перифокальная реакция в виде гиперемии сосудов, наличие участков или фокусов ещё инфильтрации помимо отелектаза. Как следствие центрального рака лёгкого является обструктивный пневмонит. Он может быть по типу матового стекла и по типу инфильтрации, поражённой долей сегмента участка лёгкого. Периферический рак лёгкого Это рак, исходящий из сегментарных бронхов и более мелких, локализуется в паренхиме, не вызывает нарушения проходимости крупных бронхов, выявляется случайно или при скрининге и рентгенологически представляет собой узел. Узел у нас – это уплотнение лёгочной ткани округлой или близкой к ней формы, полностью окружённой лёгочной тканью размером менее 3 см. Если узел размером больше 3 см, он уже называется образованием. По своей структуре он может быть солидный и субсолидный, которые разделяются на матовое стекло и частично солидные. Матовое стекло представляет собой изменения в структурах, находящимися за разрешающей способностью компьютерной томографии, чаще на уровне межальвеолярных перегородок. Появление в очаге по типу матового стекла солидного компонента характеризуется заполнением патологическим субстратом воздухосодержащих пространств. По своей структуре, количеству, размерам и локализации очаги в лёгких могут быть абсолютно разные. Есть определённые критерии, позволяющие выявить нам рак лёгкого, но они не являются специфическими, к сожалению. По контуру мы можем определить характер образования, по структуре по своей, по характеру накопления и вовлечении окружающих анатомических структур, как обрыв бронха и симптом питающего сосуда. Спикулы. На мой взгляд, это главный рентгенологический признак злокачественного периферического образования. Мы видим, что узел имеет лучистые контуры, характеризуется тем, что опухоль распространяется по междольковым и межицинарным перегородкам. Также у опухоли могут быть бугристые контуры. Лучистость не так сильно выражена, а вот бугристые контуры хорошо дифференцируются. А железистый рак редко, в 20% случаев, бывает с обозвеслением в структуре, что больше характерно для гомортом, для туберкулом, но тем не менее для железистого рака иногда это бывает характерным. Часто в периферической опухоли мы можем увидеть зону распада, обширную зону распада, которая также характерна для абсцессов легкого, и по совокупности признаков мы можем предполагать, что это опухоль. Иногда мы можем встречать полости распада, что характерно более для плоскоклеточного рака, воздушные полости, как следствие наличия дренирующего бронха. Также одним из главных критериев периферического рака легкого является обрыв бронха, конический. На данном слайде можно определить еще распространение корню легкого, перебронхиальное распространение опухоли корню легкого. Здесь также виден обрыв бронха. Симптом питающего сосуда. Имеется сосуд, подходящий к опухоли, и, собственно, сама непосредственно опухоль тоже является признаком. Рак легкого делится на аденокарциномы, плоскоклеточные и нейроэндокридные опухоли. Я не буду на этом подробно останавливаться. Также для определенных типов раков характерна своя локализация. Для аденокарциномы и крупноклеточной карциномы и инвазивно-эмоценозной аденокарциномы характерны периферические отделы. Для плоскоклеточной карциномы и мелкоклеточной характерны центральные. Плоскоклеточный рак занимает 30% всех раков легкого. В большинстве случаев для него характерна центральная локализация с обструкцией бронха и формированием от электаза сегмента или доли. В 30% имеет периферическую локализацию. Для него характерна полость распада и мелкая и частая лучистость контура. По сравнению с железистым раком, плоскоклеточный рак поздно метастазирует и прогноз относительно благоприятный. Пример я уже приводила, где мы видим от электаз доли, который контрастируется неравномерно за счет наличия опухолевого узла в прикорневом отделе. Естественно, гистологический тип опухоли при центральной локализации мы предположить не можем. А вот при периферической локализации мы можем предполагать, что это будет плоскоклеточный рак, потому что для него характерна воздушная полость с горизонтальным уровнем жидкости. Аденокарцинома крайне редко так распадается. Аденокарцинома по данным литературы составляет 50% всех раков легкого. Она локализуется преимущественно в периферических отделах, это верхняя доля. Для аденокарцинома характерны длинная и толстая лучистость контура. Она не связана с курением, связана с фиброзом легкого и рана метастазирует. Тут представлено сравнение контуров плоскоклеточного рака и аденокарцинома. Для аденокарцинома характерны длинные, толстые, тяжи к корню легкого и к плевре. Для плоскоклеточного рака мелкие, частые и тонкие лучики. Аденокарцинома подразделяется на преинвазивные, минимально инвазивные и инвазивные аденокарциномы. Преинвазивные – это типическая аденоматозная гиперплазия и аденокарцинома ин-ситу, которые по компьютерной томографии мы никак не можем разделить, выглядят абсолютно одинаково в виде очага по типу матового стекла. А вот минимально инвазивная карцинома мы можем предполагать за счет наличия солидного компонента, размер которого составляет менее 5 мм. При инвазивной аденокарциноме солидный компонент будет составлять уже более 5 мм и иметь тяжистые, лучистые контуры, в данном случае к плевре. Ацинарная, популярная и микропапиллярная аденокарцинома чаще всего представляются в виде солидного узла. Инвазивная эмоционозная аденокарцинома выглядит как обширная зона инфильтрации легочной ткани и при если такой пациент придет на компьютерную томографию впервые, то, скорее всего, рентгенолог предположит воспалительный процесс, и только при отсутствии эффекта на фоне антибактериальной терапии можно предположить инвазивную эмоционозную аденокарциному. Также необходимо дифференцировать рак легкого с другими изменениями, с такими как фиброз, пневмония, туберкулез, доброкачественные опухолями, другими опухолями легких, первичной лимфомы, травмами. Пример из литературы, где у пациентки был выявлен очаг по типу матового стекла, который на протяжении 6 лет никак не менялся, но тем не менее взяли материал на биопсию, который по данным гистологии получил фокальный интерстициальный фиброз. Или интерстициальное воспаление, выявляется субсолидный очаг по типу матового стекла, который на фоне лечения регрессировал. Пневмония, очень похожа на периферический рак легкого, выявляется узел в периферическом отделе с наличием питающего сосуда и выраженной перифокальной реакцией. Ушиб легкого с геморрагической инфильтрацией, очаг как будто бы с лучистыми контурами, с наличием полости, но к раку это не имеет никакого отношения данный очаг. Доброкачественное образование гомортома, для него характерное обозвестление кальцината в структуре, но отличить от железистого рака, для которого тоже может быть в структуре кальцината, это нам позволяют контуры. У него четкие ровные контуры, ни лучей, ни бугров, ничего нет. Метастатическое поражение тоже может имитировать периферический рак легкого, имеется обрыв бронха, лучистые контуры, но это метастаз. Туберкулез тоже выглядит в виде очага с лучистыми контурами, здесь нам помогает только гистологическое заключение. То есть все эти признаки злокачественности, они не постоянны и не специфичны. Классификация ТНМ, я на ней подробно не буду останавливаться. Скажу только, что узел измеряется в наибольшем измерении в любой из трех ортогональных плоскостей, где диаметр опухоли наибольший. Нужно измерять узел. Критерии инвазии грудной стенки – это прилежание опухоли грудной стенки, тупые углы между опухолью и плеврой и утолщение плевры. Критерии инвазии крупных сосудов – отсутствие жировой прослойки между опухолью и сосудом, угол контакта сосуда с опухолью больше 90 градусов и сужение и деформация просвета сосуда. Все лимфатические узлы мы можем увидеть региональные при раке легкого, но для нас мы можем заподвозрить его метастатическое поражение, если размер по короткой оси составляет больше 1 см. Чувствительность низкая. Отдаленное метастазирование – это головной мозг, легкие печени, почечники и кости. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ксения Сергеевна. Какие будут вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Только представляйтесь, пожалуйста, сразу. Михаил Юль, Саратов. Спасибо. Очень интересный доклад. Это, пожалуй, мне кажется, для клиницистов очень важная тема. Понимание компьютерной томографии, снимков, чтения – это очень важно. У меня такие вопросы. Первый. Вот вы сказали, что полтора миллилитра контрастного вещества на килограмм веса. Если это будет один миллилитр… Просто у меня прямо недавно произошел разговор с нашим компьютерным специалистом. Она сказала, что она делает один миллилитр. На килограмм. А если это будет меньше, будет ли такой же результат хороший или нет? Может и не быть. То есть, если вес пациента 50 килограмм, то 50 миллилитров, естественно, недостаточно. Не будет характерного накопления контрастного препарата опухоли. Мы не сможем оценить артерии верно и достоверно. Инвазия есть или нет. То есть, что-то мы сказать сможем, но это неправильно. Спасибо. Второй вопрос. Там у вас был снимок, где вы сказали, что периферический рак с тенденцией к централизации был. А почему вы поставили именно так, а не наоборот, что центральный рак прорастает до периферии? А потому что центральный рак не растет на периферию. И лимфогенным путем оно к корню легкого идет. То есть, если бы это центральный рак был, он бы в сторону корня все равно рос. Пациент бы уже погиб от такого распространения. То есть, только периферический растет к центру. Спасибо. И еще один вопрос тоже по снимку. Там была микроинвазивная отенкарцинома, которую вы показали. Мне визуально показалось, что там был периферический отек. Почему вы сказали, что она микроинвазивная? Потому что сам узел, да, он действительно маленький, но вокруг мне показалось изменение ткани легкого. Это не изменение ткани легкого, это субсолидный очаг, где мы видим поверхностно растущий компонент опухоли, как раз таки вот это матовое стекло. И солидный компонент говорит о том, что это минимально инвазивная аденокарцинома. То есть, это не периферический отек, а сам очаг. Он не однородной структуры. Там есть как инвазивный, так и неинвазивный компонент. Но будет все равно минимально инвазивный. Если размер солидного компонента менее 5 мм. То есть, если он выше, то, в смысле, если вот эта вот разница между солидным и вот этим вот краем, который тоже измененный, больше 3 см, это все равно будет минимально инвазивный. Да, критерии это по солидному очагу меньше 5 мм и больше 5 мм. Пожалуйста. Еще вопросы? Спасибо большое за доклад. Павел Короткевич, Минск. Ряд вопросов. Первый вопрос. Какой средств вы рекомендуете при компьютерной томографии? На мой взгляд, оптимально это 1,5-2 мм. То есть, меньше точно не нужно, во-первых, большое количество информации, которую сложно загружать в систему ПАКС и выгрожать на компьютер, она не имеет никакой диагностической значимости. В нашем институте используется толщина среза 2 мм. Спасибо. Второй вопрос. Всем ли пациентам раком легкого вы рекомендуете КТА? Что рекомендуем? КТА-ангиография. Болюсное контрастирование. У нас всем пациентам, не только с раком легкого, проводится КТА-ангиография. Многофазное сканирование. То есть, если при флюорографии, при рентгенографии выявлена опухоль, автоматически пациент идёт на томографию, она делается с болюсом, да? Естественно, да. Спасибо. Следующий вопрос. Вот ваше мнение по тактике наблюдения, ведения пациентов с малыми образованиями, впервые выявленными. И ваше отношение к ланграфу? Без онкологического анамнеза. Можно использовать международные рекомендации, такие как общество Флейшнер, где есть рекомендации по наблюдению за очагами, и мы им совоследуем. Но у нас очень мало пациентов без онкологического анамнеза, поэтому крайне редко мы их используем. А ланграф с школой вы пользуетесь или нет? В рутинной практике нет. Спасибо. И последний вопрос. По пневмонии, подобной форме рака легкого, на Ваш взгляд, какова должна быть тактика, когда должны выполняться динамические контроли? Опять же, да, есть общество Флейшнер, которое дает рекомендации по этому поводу. И бронхиолы альвеолярны, да? Сейчас он называется минимальная инвазивность или 61-карцинома. Мы их наблюдаем, соответственно, если это без инвазивного компонента, мы их наблюдаем в течение, которые даны в рекомендациях. Если мы видим, что есть солидный компонент, мы отправляем их на биопсию. Вот конкретно один из последних случаев, который вы продемонстрировали, где речь шла об инвазивной аденокарциноме легкого. Ну, как Вы сами сказали, при первичном КТ, скорее всего, написали бы изначально воспалительный процесс пневмонии и подобную. Ну, пневмонию написали бы. То есть, Вы бы поступили точно так же. Пациент бы отправился на курс лечения противовоспалительного. Через месяц пациент делает КТ-контроль. Картина либо ухудшается, либо не меняется. Либо не меняется. Вот при такой КТ-грамме Ваше заключение будет звучать как дальше? При контрольном исследовании уже? Что с отсутствием динамики на фоне антибактериальной терапии рекомендована морфологическая верификация? Я прокомментирую этот ответ, Ксения Сергеевна. Вы выполняете диагностическое обследование. Безусловно, информация поступает онкологу. Онколог на основании данных клиники полученных результатов уже принимает решение, назначить ли антибиотикотерапию либо параллельно с антибиотикотерапией можно сделать под КТ-навигацией биопсии. Все зависит от клиники. Поэтому для компьютерной томографии носит диагностический характер, а решение о клинике уже принимает лечащий доктор. Это логично. Спасибо большое. И я продолжаю. Вот я хотела бы отметить, что у нас идет онлайн-трансляция, и к нам поступил вопрос, осуществляете ли вы онлайн или телекоммуникационная консультация результатов компьютерной томографии? И я хочу сказать, что в нашем зале присутствует директор нашего национального медицинского исследовательского центра имени Николая Николаевича Петрова. Алексей Михайлович, я позволю себе попросить вас прокомментировать возможности телекоммуникационных консультаций нашего центра и перспективах их. Уважаемые коллеги, мне очень приятно присутствовать на вашем мероприятии. Ксения Сергеевна, не уходите. Мы уже не один год, наверное, лет 5-6 взяли направление очень широко проводить вот такие научно-практические мероприятия, прежде всего для практических врачей. Ну и очень приятно, что сейчас к этому подключилась наша молодежь, обучающиеся и молодые специалисты. И сейчас очень большая проблема с тем, чтобы разрыв происходит между крупными центрами по компетентности и регионами. И наличие телекоммуникации, я надеюсь, нам во многом позволит преодолеть эту проблему. С прошлого года мы стали национальным центром, нас озадачили, ну, очень проводить большую работу по регионам. И, соответственно, порекомендовали нам усилить все, что касается телекоммуникаций. И, ну, я знаю точно в этом году, мы сейчас обладаем всеми возможностями чтобы транслировать с конференции, с операционной. Наш образовательный отдел проводит занятия, все лекции у нас фиксируются, сохраняются, и можно найти их на сайте. Но этого мало, нам нужно еще консультировать пациентов, нам нужно... Вот сегодня звучат сейчас доклады, и как раз поднимался вопрос об объеме той информации, например, компьютерная томография, очень большая по объему, и, соответственно, нужны баксы, нужны программы. Мы это все наполняем. И прежде всего для того, чтобы работать на регионы, потому что за последние 20 лет мы эту проблему упустили, но и в том числе для образовательного процесса, и в том числе для таких мероприятий, которые вот вы сейчас проводите, чтобы мы могли вот в простом режиме достать любую информацию из наших паксов и показать здесь в аудитории. Спасибо, Татьяна Юрьевна, спасибо за красивый предлог, чтобы я вот перед вами выступил. Мне очень приятно, что вы сегодня здесь, и я хочу, чтобы наше учреждение было к вам очень гостеприимным. Я надеюсь, вы всех накормите сегодня и завтра. Спасибо вам большое. Спасибо вам, хорошая работа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.